Леша, ты как бы с детства занимался боксом, наверное, в это же время впервые там увидел братьев Кличко, как бы их бои впервые. Вот какое они первое впечатление на тебя произвели, возможно, тоже побудили к занятиям? Ну, они, безусловно, пробудили тягу еще больше, как украинские братья, еще чемпионы. Естественно, любой парень, любой боксер, который занимается в украинских залах, в подвалах, из выражения чемпиона рождается в подвалах. И пробудили хорошее желание идти вперед и качать голову помимо тела. Потому что, да, еще тогда мы заметили, что они разговаривают на многих языках, которые всем парням не поддавались. И донецкий акцент давал о себе знать. В то время, когда я занимался, еще мало было таких вот видео всяких, доступа к интернету, когда можно было все это смотреть, качать, развиваться, смотреть на других боксеров известных. И, естественно, когда включали украинские бои, а это были, в принципе, только-то Владимир и Виталий Клички, Ну, мне в чем-то помогли. Я помню, посмотрел документальный фильм, начал после них пить морковный сок. Когда он сказал в кадре, что папа их заставлял пить морковный сок, чтобы вырасти. И они стали такими здоровыми. Я тоже пил морковный сок. Ну, тоже в чем-то преуспел, да. Ну, я-то очень горд и горжусь, что в нашей стране есть такие чемпионы. Ну, в чем-то тоже добьюсь своего. На сами мы так же похожи. А вот тоже читал, что довольно в лагере «Экс-фактора» были тяжелые тренировки. Все-таки, если их сравнивать с боксерскими, что было для тебя сложнее, как бы там-там-там? Ну, я думаю, что для физического восприятия очень полезен сон. Экс-фактор его не было. Для голоса тоже это влияет огромную роль. Если не будет человек высыпаться, естественно, он не будет выкладываться на все 100%. Он будет где-то чуть-чуть, что-то, как-то. В боксе есть дисциплина. Там выращивают машину для того, чтобы побеждать. Есть тренер, есть боксер. Тренер сказал, боксер сделал. Нет, как это сказать, самостоятельности какой-то. Ты, как солдат, постоянно выполняешь то, что говорит тренер ежедневно, на дни те же упражнения. Все повторяется. На это надоедает очень многим. Очень многие им бросаются. В музыке все как-то так мягко, прикольно. Есть свои нюансы, естественно, как бы везде. Ну, музыка это чуть-чуть другое. Там так же, в моем стиле и музыке очень важны физические качества. Так как если не будет физических качеств, то не выйдешь и не пропоешь 4 часа оперы. Так как вы выйдешь на ринг и не простоишь там 40 минут боя, полноценные 12 травм. Это всегда развивается, всю эту выносливость. Я думаю, что бокс мне очень в этом помог. И в музыке, и вовсе. Помогла и этой выносливости, потом в будущем, когда стал заниматься более плотно. Да, да. Я перестал бояться, мне потерялись страхи. Все благодаря боксу. Я перестал смотреть телевизор, меня тянуло в зал, меня тянуло своим ребятам. Мне нравилось это. Мне нравилось бегать по 30 километров, потом идти в зал и начинать разогреваться. Это было круто. И сейчас занимаюсь уже не то, уже как бы более для себя. Я понимаю, что нет конкретной цены выйти на ринг и показать, почему ты за полгода тренировок научился. Сейчас это так, для поддержки физической формы и для такой своей уверенности более. Смотришь за тренировками профессионалов и просто восхищаешься, как это круто. А на какой этапе была мысль, вот пойду профессионал в Ичкода, когда ты тренировался несколько лет назад до переезда в Киев. Именно были сомнения по кости за идти? Было. Я хотел сразу идти дальше заниматься уже профессиональным спортом. Мне как раз нужно было 18 лет исполняться. Но тут появился проект. И как-то вот мои планы чуть-чуть сдвинулись в сторону. Так как в музыке мне тоже сначала не так все получалось красиво. Естественно, я думаю, блин, в боксе постоянно там победы, постоянно какие-то интриги. В музыке все скучно. Сначала все скучно, потом, естественно, все везде начинает заинтересовывать. В боксе, когда ты на тренировках, когда стоит у твоего спарринг-партнера уже синие уши, тебя переставляют к какому-нибудь мастеру, международнику, ты понимаешь, что вот, я чего-то уже добился. Значит, меня поменяли уже местами. Это что-то стоит того, да, чтобы задумался, что тренер первый раз на тебя обратил внимание. Вот я так понимаю, в прошлом году, в будущем желание съездить именно в ту же Германию, посмотреть бой одного из братьев в живую. Конечно, есть желание, не было возможности. Теперь, когда есть возможность и желание, совпадает, уже все можно сделать, то мало времени. Ну, естественно, я с удовольствием. Живой бокс – это как живой концерт, это живое исполнение. Это всегда восхищает, это всегда круто, когда на ринге стоит твой, как это? Оппонент. Оппонент, естественно, но твой земляк, украинец, да. И когда ты в чужой стране и поддерживаешь, да, и переживаешь так, как будто ты стоишь на ринге вместо него. Все эти, ты сидишь и постоянно у тебя, куда бежишь, да, сюда, так, как будто ты сейчас сражаешься и боксируешь с противником вместо него. И, естественно, переживаешь по-другому, чем по телевизору. Там ты отлучился, реклама, а не то совсем. То, там живая обстановка, естественно, по-другому ты все это воспринимаешь. Ну, вот все равно по телевизору, например, как там, сам смотришь, компании, друзей, возможно, разбираете какие-то моменты более профессиональные? Да, нет, естественно. Когда смотришь, естественно, когда занимаешься этим каждый день, ты смотришь и на гуниоров, и на любителей, смотришь просто видеоролики в интернете, разные стили смотришь, как двигаются, как это все, пытаешься повторить это потом, наработать все лучше, поработать нам на взрыве, все это доработать, довести до автоматизма. По телевизору, естественно, мы не собираемся, конечно, с друзьями с пивом, чипсами, сидим, смотрим. Мы собираемся, смотрим бокс, обсуждаем, как, что, видим всю ситуацию, кто ведет бой, кто дает, какой темп задает, все. Это интересно. У каждого своя тактика ведения боя, это тоже что-то дает у Владимира Виталия интересная манера вести бой с опущенными руками. Это, я считаю, стоит уважения. Не каждый боец опустит руки и будет ждать удары, и сможет на него ответить. Своебразная манера, этому тоже хочется учиться. Но ты понимаешь, что у этих ребят есть рост, у этих ребят есть длинные руки, хорошая школа и хорошее вложение в них. Большой опыт. Естественно, опытных чемпионов хочется слушать, смотреть на них, восхищаться ими болезнями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!